Я уверен, что для большинства из вас слово «поклонение» ассоциируется со словом «музыка». Услышав слово «поклонение», вы представляете себе медленную песню и медленное покачивание рук. Я уверен, что Бог не против таких ассоциаций, и действительно можно так поклоняться. Но сегодня мы вновь заглянем в Библию и прочтем множество стихов, потому что я всегда учу о том, что противоречит устоявшимся мнениям и взглядам. Я считаю своей обязанностью указать на отрывки из Библии, которые утверждают истину и помогают людям внести соответствующие коррективы в свои взгляды. И сегодня мы будем менять свои устоявшиеся взгляды на то, как можно поклоняться и служить Богу. Итак, давайте начнем с поклонения и служения Богу. Сегодня речь пойдет о том, что значит поклоняться и служить только Богу. Что это значит? Это значит, нужно петь много песен вроде «Асанна» или много медленных песен, или купить небольшой аккордеон, или что-то подобное, и разгуливать по улицам, поклоняясь Богу? Что значит поклоняться и служить Богу? Прежде всего, запомните, поклонение — это что-то, происходящее внутри человека. Поклонение происходит внутри. Это значит «пасть ниц» и поклониться пред Богом. «Пасть ниц» значит поклониться всем своим существом. Но мы были настолько заняты физическим выражением поклонения пред Богом, что забыли о том, что поклонение происходит внутри человека. Если поклонение происходит внутри, значит и пасть ниц перед Богом мы должны внутри себя. Мы делали это снаружи, но если это не происходит внутри... Это подобно тому, что я рассказывал вам, когда учил о подчинении. Помните маленького Джонни, которому сказали сесть? Может быть, физически он и сел, но внутри он все еще стоял. Помните, Бог всегда взвешивает сердце, и вы знаете, на что Он смотрит. Он смотрит на сердце. Религия смотрит на внешность, но для Бога важнее сердце человека. «Поклонение» — это нечто скрытое внутри. А служение — это наши поступки и действия. Служить Богу — значит представить свои тела в жертву живую. Представить свои тела в жертву живую. Это может звучать странно, потому что мы привыкли считать, что служить Богу — это значит делать дела Божьи. А поклонение для нас всегда было набором действий и движений, которые мы выполняли во время пения медленных песен. Я скажу вам, не нужно полностью отбрасывать и это. Но я собираюсь показать вам кое-что в Божьем Слове, что противоречит нашему пониманию хвалы и поклонения, которое сложилось с годами. И я скажу, как поклонение и служение Богу является проявлением нашей любви к Богу. Прежде всего, нам нужно вспомнить библейское определение этих понятий. Давайте откроем Матфея 4 главу стих 10 и найдем там определение этих понятий. Итак, в 4 главе Матфея мы читаем об искушении в пустыне. Сначала сатана искушает его превратить камни в хлеб, потом искушает его броситься с утеса, затем пытается заставить его поклониться себе. Но в 10 стихе Иисус положил всему этому конец. Здесь написано так. «Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, «Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи».» Что имел в виду Иисус, говоря так? «Богу твоему поклоняйся». Может быть, у него рядом лежал магнитофон, нажал кнопку, и мы поклоняемся. Что он имел в виду? «Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». Мы не только должны повиноваться Его Слову и уповать на Его Дух, но мы также должны быть готовы отдать свою жизнь в свое тело, отдавать свою жизнь всего себя изо дня в день, чтобы Он мог осуществить свои планы и цели через нас. Запомните, что я только что сказал. Быть готовым отдать прежде всего свою жизнь и затем свое тело. Это и есть поклонение и служение Богу. Для того, чтобы поклоняться Богу, нужно отдать Ему свою жизнь. Для того, чтобы служить Богу, нужно служить Ему своим телом. И сегодня я говорю вам, что мы должны быть готовы отдать свою жизнь, посвятить Богу свои тела и делать это каждый день. Почему? Чтобы Бог, чтобы Он мог осуществить свои планы, чтобы Бог мог исполнить свои планы и цели через нас, когда мы отдаем Ему свою жизнь и тело. Прочту еще два отрывка из Библии. Евангелие от Луки 14. Луки 14 глава. Может ли Бог осуществить свои планы через вас? И если Он не может, то тогда что Ему мешает? Луки 14 глава, стих 26. Если нашли, скажите «Аминь». Прочтем 26 стих вместе, готовы? Читаем. «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником». Кто из вас желает быть учеником Иисуса? Я очень хочу. Посмотрите, Он сказал, что для этого нужно? Прочту из расширенного перевода. «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит собственного отца и матери, в том смысле, что они отходят на второй план после взаимоотношений с Богом». То есть, когда вы сравниваете свои отношения членам семьи со своим отношением к Богу, и отношения с членами семьи стоят выше отношений с Богом, Он говорит, что в этом случае вы не можете быть Его учениками. Он говорит, что Бог должен стать для вас превыше вас самих или членов семьи. Вот тогда вы получите право быть похожим на Него. А ведь это непросто. Потому что ведь вы любите маму. Да и Бог знает, как вы любите маму. Вы любите детей. И Бог знает, что вы любите детей. Вы любите братьев. И Бог знает, что вы их любите. Он говорит, поймите, если вы не положите передо мной свою жизнь, чтобы я мог делать то, что мне нужно, вы не подходите. Я не могу действовать через человека, который отказывается положить свою жизнь и жизнь своей семьи у ног моих, чтобы я мог действовать через них. Спасибо за ваш энтузиазм. А теперь прочтем из 12 главы Евангелия от Иоанна. Посмотрите. Стих 25. Прочтем вслух. Готовы? Читаем. «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную». А теперь в расширенном переводе. Стих 25 говорит. «Любящий жизнь свою потеряет ее, а ненавидящий свою жизнь в мире сём сохранит ее в жизнь вечную. Кто не влюблен в свою жизнь в этом мире, не дорожит ею, сохранит ее навечно. Мы говорим о вашей жизни, репутации, как люди смотрят на вас, когда вы начинаете исполнять Божью волю, когда вам приходится жертвовать собственными интересами ради Божьих интересов. Бог говорит, «Если ты сможешь положить свою жизнь к моим ногам, тогда ты сможешь приобрести мою жизнь, лучшую». Но ведь столько людей... Послушайте, друзья, почему стольким людям так трудно повиноваться Божьему Слову? Я объясню почему. Потому что они боятся потерять свою жизнь. Они боятся потерять свое положение в этой жизни. Они боятся потерять свою репутацию. И вот что происходит. Когда дело доходит до дела, и нужно быть его настоящим учеником, мы уже не уверены, готовы ли мы пожертвовать своей жизнью и облечься в христианскую жизнь, поступая как он. Да, но что подумают люди обо мне? А как я буду выглядеть в глазах общества? А как это повлияет на мою карьеру? Готовы ли вы положить у ног Иисуса свою жизнь, чтобы через вас могла проявиться его жизнь? Готовы ли вы расстаться со своей спланированной жизнью, которую так долго планировали ваши мама и папа, но однажды явился Бог, спас вас, прошептал вам на ушко, что Он желает? Готовы ли вы отдать свою жизнь, чтобы Бог мог явить Свою силу через вас? Я говорю о том, что это все имеет цену, именно поэтому вы сейчас не кричите от радости, потому что сначала нужно решить, готовы вы платить или нет. Итак, давайте займемся определением слова поклонения и прочтем несколько отрывков из Писания. Поклонение Богу по-гречески «проскинео» П-Р-О-С-К-И-Н-Е-О Это греческое слово означает «постниться, склониться, поставить Бога выше себя и своей жизни». «Постниться, склониться, поставить Бога выше себя и собственной жизни», пожертвовать своими чувствами, интересами и желаниями. Когда вы кладете к Божьим ногам свои желания, интересы, чувства, именно тогда вы и поклоняетесь Богу. Заметьте, именно тогда, когда мы готовы положить свою жизнь у ног Божьих, Божья жизнь может проявиться через нас. Я полагаю, свою жизнь к Божьим ногам целиком, полностью. Я склоняюсь к Божьей жизни, подчиняясь Божьей воле. Я говорю, я поклоняюсь тебе, полагаю жизнь свою перед тобой. Когда я полагаю к Божьим ногам себя самого, свои желания, свое мнение, для того, чтобы через меня текла Божья жизнь, именно это и есть поклонение. Это поклонение. Поклонение — это моя жизнь. Я полагаю ее у твоих ног. Я склоняюсь, чтобы подчинить свою жизнь Божьей воле, чтобы Божья жизнь проявилась через меня. Я склоняюсь к своей жизни перед Богом. Это и есть поклонение. Давайте прочтем несколько стихов из Писания. Чем больше мест Писания вы прочтете об этом, тем более реальной станет для вас эта истина. Псалом 94, стих 6. Если вы будете читать 6 стих неправильно понимая поклонение, вы даже не поймете, о чем идет речь. 94, 6. Готовы? Читаем. «Придите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицом Господа, Творца нашего». Но теперь мы понимаем, что мы должны подчинить свою жизнь, свои интересы, подчинить свои планы и таким образом поклониться Господу. «Теперь мы готовы к тому, чтобы Он совершал в нашей жизни то, что Он желает». Откроем Матфея 10 главу. Пусть с нами теперь говорит Библия. Прежде всего, стремитесь обрести что? Знания. Матфея 10 глава, стих 39. Воскликните «Аллилуйя» дважды. Да, аминь. Вам нужно это понять, даже если для этого придется вскрыть череп и засыпать в голову всю информацию с этих страниц. Посмотрите на стих 39. Стих 39. Готовы, читаем. «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее». Он говорит о том, что нужно потерять свою жизнь, чтобы найти ту жизнь, которой у нас нет. В расширенном переводе написано, «Кто найдет худшую жизнь, потеряет ее». Кто, кто, кто... Извините. Кто найдет свою худшую жизнь, потеряет ее лучшую жизнь. А кто потеряет свою худшую жизнь, ради Меня найдет ее лучшую жизнь. Кто из вас готов найти предназначенную Богом жизнь? Для вас есть лучшая жизнь. Вы зациклились на своей маленькой жизни, а у Бога есть лучшая жизнь для вас, но вы ее не получите, если не оставите свои собственные плотские планы. Вы считаете большим приобретением, что у вас есть ученая степень, что вы нравитесь людям, но у Бога есть жизнь в 20 раз лучше, чем все это. И я верю, что вы сможете обрести лучшую жизнь, предназначенную Богом. Ух, мне нужно успокоиться. Матфея 26. Матфея 26. Успокойся, Крефлодоллар, держи себя в руках. Люди должны понимать это. Матфея 26 глава, стих 39. Хорошо, открыли? Сейчас я представлю иллюстрацию из жизни Иисуса к тому, о чем я сейчас говорю. Он в Гефсиман в Гефсиманском саду. Он переживает сильнейший стресс и давление. Кому из вас доводилось испытать стресс и давление? Хорошо, кто потел так, что выступала кровь? А значит, никто из вас не испытывал подобного стресса? Да? Посмотрите на это. И отойдя немного, пал на лицо свое и молился и говорил, «Отче мой, если возможно, сейчас вы узнаете, чего он желал, да минует меня чаша сия. Я не желаю восходить на крест, я не хочу в ад, я не хочу, чтобы меня били плетьми. Вот мое желание. Если возможно, пусть чаша сия минует меня. Впрочем, и именно с этого момента начинается поклонение. Со слова «впрочем». Слышите меня? Поклонение начинается с «впрочем». Именно когда давление сильнее всего, когда хочется поступить по-своему, как самому хочется, наступает «впрочем». «Впрочем, не как я хочу, не как я хочу, но как ты. Впрочем, я преклоняю свои желания пред тобой. Я склоняюсь. Я оставляю свои желания. Я преклоняюсь, чтобы ты был вознесен. Аллилуйя! Я отдаю тебе свою жизнь. Я склоняюсь пред тобой, чтобы ты был проявлен в моей жизни». Потом, спустя три дня, проявилась Божья, лучшая жизнь, когда плотская склонилась. И через три дня он мог проходить сквозь закрытые двери, вкушать рыбу и мед с учениками, взойти на небеса и воссесть на троне, а затем вновь спуститься на землю. Есть жизнь намного лучше, чем наша плотская жизнь. Так что же ждет вас? Вас ждет... Вас ждет лучшая жизнь. Лучшая жизнь ждет вас, но вы не приблизитесь к ней, пока не начнете поклоняться Богу, склонив свою волю, свои желания и планы, дабы Его воля, Его желания и Его планы могли исполняться через вас. Вы понимаете меня теперь? Это и есть поклонение. Это и есть поклонение Богу. Откройте Иоанна, 4 глава, очень известный стих, стих 23. Иоанна, 4 глава, стих 23. Если нашли, скажите «Аминь». Здесь мы видим слова Иисуса, Он говорит, «Но настанет время, и настало уже, когда...» Кто? Истинные поклонники. Задержимся на этом. Истинные поклонники. Здесь Он говорит о разнице, «Раз есть истинные поклонники, значит, есть и поклонники ложные. Есть истинное поклонение и поклонение ложное. А может быть, и в некоторые моменты нашей жизни мы поклоняемся Богу неправильно? Истинное поклонение означает, что вы положили к ногам Иисуса свои планы и свою жизнь, чтобы через вас мог жить Он. Может быть, неправильным поклонением были медленные песни и воздетые к небу руки и тому подобное. Все это не имело никакого отношения к поклонению, если внутри вы не смирились и не подчинили свою жизнь Богу, чтобы Его жизнь явилась через вас. Нам нужно переосмыслить это понятие. Что такое песня поклонения? это песня, которая позволяет Богу выражать свою волю. И что такое истинный поклонник? Тот, кто отказывается от собственной воли ради проявления Божьей воли в его жизни. Теперь нам нужно прислушаться к тому, что мы поем. О, Господь поразит тебя завтра, если не будешь вести себя как следует. И рак поразит тебя, и смерть настигнет тебя посреди ночи. Нет, это не песня поклонения. Она уж точно не выражает Божью волю. Вы понимаете, что такое песня поклонения? Но что такое истинные поклонники? Истинные поклонники это люди, которые говорят Богу, у меня есть планы, у меня есть желания, есть то, что я хочу делать, но я подчиняю все это тебе, склоняюсь и полагаю у ног твоих. Чего желаешь ты, Господь? Я уже проучился 13 лет, но чего ты желаешь, Господи? Я хотел быть доктором того и сего, но чего ты желаешь, Господь? Вот это и есть истинный поклонник. Вы понимаете? Послушайте, что он сказал об этом. Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог ищет. У Бога есть отдел кадров. Он ищет людей, которые готовы отдать Ему свою жизнь, чтобы Он мог проявлять себя через них. Он ищет людей, которые подчинят Ему Свои планы, чтобы Он мог осуществлять через них Свои планы. Бог говорит, «Мне нужны такие люди, потому что только так Я смогу явить Свою волю и Свою жизнь. Только через тех, кто готов положить у ног Моих Свою жизнь. Я дал им свободную волю, значит, они сами должны решать. Я не могу силой войти в их жизнь. Они должны отказаться от своей жизни и впустить Мою. Только так Я смогу явить Себя человечеству. Потому что, друзья, человечество не увидит Бога до тех пор, пока мы не научимся полагать Свою жизнь у ног Иисуса, чтобы Он проявился через нас, и человечество смогло увидеть Бога, являющегося в образе любви, поток которой исходит от нас. Истинные поклонники. Отец ищет истинных поклонников. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Прислушайтесь к этим словам. Он говорит, что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны правильно поклоняться в Духе и Истине. Что это значит? Если вы хотите поклоняться, поклоняйтесь Ему. смирив свои желания, отдав Ему свои планы и саму жизнь, и впустите в себя Его жизнь, вот что Он имеет в виду — истинное поклонение. Вот так поклоняются Богу, жертвуя своими планами и своей жизнью, чтобы обрести Его планы и Его жизнь. Это и есть поклонение. Вы не раз слышали, что поклоняться можно даяниям и пожертвованиями. Конечно, можно. Как? Когда вы откладываете в сторону собственный бюджет и жертвуете ту сумму, о которой Он вам сказал, вот так вы поклоняетесь Богу своим даяниям. Бог может сказать вам сейчас, «Мне прямо сейчас нужна твоя помощь. Ты готов положить свою жизнь у ног моих? Я желаю дать тебе свою жизнь». Так он поступил с богатым юношей. Смотрите, я хочу, чтобы ты взял все, что имеешь, и продал, а полученное от продажи раздал бедным, а потом последовал за мной. А этот юноша взглянул на Иисуса и сказал, «Я лидер в своем сообществе. Я богат. И что обо мне подумают, если я от всего откажусь и пойду за тобой?» Он отошел с грустью, потому что у него были огромные богатства. А ведь он мог бы поклониться Богу, отказавшись от своей привычной жизни и получив взамен лучшую. Слава Богу! Если вы понимаете, что такое поклонение, скажите «Аминь». Покажу вам еще одну иллюстрацию из Бытия, глава 22. Там мы видим, как Авраам готовится принести в жертву своего сына. Бог приходит к Аврааму, и Авраам заключает завет с Богом. Бог говорит, «Я хочу, чтобы ты взял своего сына, своего единственного сына, и отвел его на гору, которую укажу тебе, и там ты должен принести его в жертву». Минуточку, друзья. Кто из вас согласится, что сделать такой поступок непросто? Принести в жертву Господу своего единственного ребенка. Трудно на такое решиться. Послушайте меня, друзья. Я не обещаю вам, что отказ от собственной жизни и обретения Божьей жизни всегда будет просто и комфортно. Иногда Бог просит нас совершить что-то не совсем удобное. Возможно, Бог просит вас сделать что-то не очень популярное. Возможно, Бог попросит вас совершить то, из-за чего о вас будут говорить все, потому что другие не поступают так, как вы поступили. Но когда вы поклоняетесь Богу... Успокойся, Креф. Когда вы поклоняетесь Богу, вы делаете так, чтобы эта часть у вас умерла. Чтобы другая Божья часть ожила в вас. Аминь. И Авраам идет на это. Взгляните на 5 стих, и вы увидите, как Авраам назвал предстоящий ему поступок. Он готовится пожертвовать своей жизнью и жизнью собственного сына. Вот о чем шла речь в Евангелии от Луки. Он говорит, если любишь своего отца, мать, сестру... Вот о чем он говорит. Это его сын. Но Авраам возжелал воли Божьей больше, нежели жизни собственного сына. Вот что такое поклонение. 5 стих. Бытие 22.5. Готовы? Читаем. И сказал Авраам отроком своим, «Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и... И что? Поклонимся. Отказ от своей жизни и исполнения Божьей воли». Вот что было для него поклонением. Бытие 22 глава. Там мы видим, как Авраам готовится принести в жертву своего сына. Бог приходит к Аврааму, и Авраам заключает завет с Богом. Бог говорит, «Я хочу, чтобы ты взял своего сына, своего единственного сына, и отвел его на гору, которую укажу тебе, и там ты должен принести его в жертву». Минуточку, друзья. Кто из вас согласится, что сделать такой поступок непросто? Принести в жертву Господу своего единственного ребенка. Трудно на такое решиться. Послушайте меня, друзья. Я не обещаю вам, что отказ от собственной жизни и обретения Божьей жизни всегда будет просто и комфортно. Иногда Бог просит нас совершить что-то не совсем удобное. Возможно, Бог просит вас сделать что-то не очень популярное. Возможно, Бог попросит вас совершить то, из-за чего о вас будут говорить все, потому что другие не поступают так, как вы поступили. Но когда вы поклоняетесь Богу... Успокойся, Греф. Когда вы поклоняетесь Богу, вы делаете так, чтобы эта часть у вас умерла, чтобы другая Божья часть ожила в вас. Аминь. И Авраам идет на это. Взгляните на 5 стих, и вы увидите, как Авраам назвал предстоящий ему поступок. Он готовится пожертвовать своей жизнью и жизнью собственного сына. Вот о чем шла речь в Евангелии от Луки. Он говорит, если любишь своего отца, мать, сестру... Вот о чем он говорит. Это его сын. Но Авраам вожелал воли Божьей больше, нежели жизни собственного сына. Вот что такое поклонение. Пятый стих. Бытие 22, 5. Готовы? Читаем. «И сказал Авраам отроком своим, «Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и...» И что? Поклонимся. Отказ от своей жизни и исполнения Божьей воли. Вот что было для него поклонением. Вы думаете, у него была гармошка или что-то вроде того, что он собирался подняться на гору с хором, или они собирались подниматься в гору под звуки марша? Нет, он не это имел в виду. Говоря, что он собирается взойти на гору, он подразумевает, что он собирается возложить на жертвенник свои планы и желания, потому что его план — вырастить ребенка, а не убить его. Но Божий план и желание. Нужно отдать Исааку должное. Он мог просто сбежать. Этот старик совсем выжил из ума. Но Исаак сам участвовал в этом поклонении. Авраам участвовал. Они оба были готовы возложить на алтарь свои планы, чтобы исполнить Божий план. И они называли это поклонением. Они знали, что это и есть поклонение. Вы видите это? Вы видите, сколько лет мы ограничивали поклонение? Лишь пением и не включали в это понятие жизнь. Теперь, когда вы понимаете, что такое поклонение, я думаю, среди вас будут истинные поклонники, готовые поклоняться Богу. Поклонение больше, чем воздетые к небу руки и песня. Мы любим тебя. Да, это часть поклонения, но есть что-то еще. От чего вы готовы отказаться, чтобы обрести то, что предлагает вам Бог? Очень часто мы не берем то, что предлагает нам Бог, потому что, скорее всего, мы не готовы лишиться того, что у нас есть. Если Бог дает вам преуспевание и богатство, не прикрепляйтесь к этому. Потому что, возможно, Он дал вам его, чтобы проверить, сможете ли вы отдать это богатство, когда Он попросит. Например, будете ли вы поклоняться Ему этой новой машиной, которую вы только что купили? Однажды я купил себе Лексус, поездил на ней. Она мне так нравилась. Я не покупал большинство моих машин, потому что чаще всего мне их дарили. А эту машину я купил себе сам. Отличная машина. Бог проговорил, «Ты купил эту машину не для себя. Поможешь мне в одном деле?» Я ответил, «Ага». Он говорит, «Я хочу, чтобы ты подарил эту машину женщине, которая зовут Такта. Она была верна мне, я люблю ее. Я хочу, чтобы ты благословил ее этой машиной». И сказал, что эта машина от меня. Я помню, я выскочил из постели, побежал к Теффи и сказал, «Теффи, послушай меня. Господь сказал мне отдать эту машину вот тому-то». Она ответила, «Да, слава Богу». Не, она ответила, «Слава Богу». А я ей, «Не будь ребенком». Знаете что? Она всегда готова. «Слава Богу». «Давай сделаем это. Давай сделаем. Ладно, сделаем завтра». Некоторые люди могут получить свои благословения только тогда, когда готовы поклоняться Богу и отказаться от своей жизни, чтобы исполнилась Его воля в вашей жизни. Так мы и сделали. Это было чудесно. Потом я пошел и купил джип, как я думал себе. Бог сказал, «Это не для тебя». В этот раз я сказал, «Нет, для меня». Он сказал, «Нет, не для тебя». А я спросил, «А для кого?». Он сказал, «Сейчас я не скажу. Но когда я тебе это открою, ты должен покориться мне, отказаться от своих желаний и поступить так, как хочу я». И некоторые из вас видели это. Однажды в воскресенье я пришел сюда, даже не думая о своем джипе, когда Господь сказал, «Отдай машину Ему». И я отдал эту машину, потому что моя жизнь – ничто без Бога. Я не могу допустить, чтобы что-то встало между мной и Богом, потому что Он мне нужен, как я говорил вам на прошлой неделе. Каждую секунду, каждую минуту, каждый час, каждый день, каждую неделю, каждый месяц, с каждым годом Он все нужнее мне. Я нуждаюсь в Нем не только, когда Он мне нужен, но даже, когда кажется, что Он мне не нужен. Это мое поклонение. Это мое поклонение Ему. Аллилуйя! Это мое поклонение Ему. Подобное я делал и с домами. Это мое поклонение Ему. Богу нужны истинные поклонники. Он ищет их. У Него есть отдел кадров, который разыскивает истинных поклонников, чтобы осуществить свой план. Ему нужны люди для этого, чтобы осуществить свой план. Бог ищет поклонников. Будете ли вы истинным поклонником? Будете ли вы истинным поклонником? Любите Бога очень сильно, чтобы быть истинным поклонником. Ладно, давайте перейдем к служению. Потому что моя проповедь об истинном поклонении и служении Богу. Что значит поклоняться и служить Богу? Это связано с поклонением. И вы должны начать понимать, что об этом говорит Писание. «Служить Богу» по-гречески «латреа». Это слово означает представить свои тела в жертву живую на Божьи дела, чтобы прославился Он, а не мы. «Служить» значит представить свои тела в жертву живую. Это значит не прелюбодействовать, потому что Бог будет действовать через ваше тело. Это значит не блудить, потому что Бог будет проявляться через ваше тело. И Он желает, чтобы вы делали со своим телом не то, что не следует. Он никогда не называл ваши тела вашими телами. Он сказал, что это Его храм. Он сказал, что ваше тело — это храм Святого Духа. У Него должна быть возможность обитать в этом храме и выражать себя через это тело. И Он говорит, «Бегайте, блуда! Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела, через которое будет действовать Бог». Когда ваше поклонение — истина, когда вы жертвуете своей жизнью, чтобы Бог мог действовать через вас, Ему нужно и ваше тело, чтобы проявлять себя через вас. Это и есть жертва. Когда ваше физическое тело вы представляете в служение Богу и становитесь жертвой живой. Откройте Римлянам 12 главу. Римлянам 12. И вы увидите, что служение Богу — это не только какие-то дела. Чаще всего это служение заключается в служении друг другу. Но мы служим Богу, когда представляем свои тела Богу в жертву живую. Как мы служим Богу? Кто-то скажет, «Я служу Богу тем, что хожу в церковь». Нет, вы служите Богу, когда после служения выходите из церкви, и кто-то оскорбляет вас, и вам хочется ответить и показать обидчику, что он из себя представляет. Но вы говорите, «Нет, это служение Богу». Это служение Богу. Это служение Богу. Принять холодный душ, вместо того, чтобы лечь в постель с человеком, с которым вас не связывают брачные узы. Вот это служение Богу. Я обращаюсь к церкви. Я знаю, с кем говорю. Римлянам 12, глава, стих 1. Там сказано, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу». Для чего? Для разумного служения вашего. Разумное служение — это представлять свои тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу. А теперь откройте шестую главу той же книги. Римлянам 6, стих 13. Теперь мы понимаем, почему Бог так строг к блудодеям. Он говорит, «Я хочу выражать себя, и мне нужны истинные поклонники, которые будут служить Мне». Служить Мне. Аллилуйя. Ему нужно ваше тело, чтобы вы могли служить Ему. Да, и сатане нужно тело. Своим телом вы служите либо Богу, либо сатане. Аминь. Потому что, когда вас посещает похоть, и вы делаете свое тело инструментом греха, вы тем самым служите своим телом дьяволу. Вы служите дьяволу. И вы служите себе. Скорее всего, вы больше служите себе, чем дьяволу. И не говорите без попутал. Как я оказался в этой постели? Ничего себе! Я в постели, а кто лежит рядом со мной? И где моя одежда? Ты ее снял, когда служил себе вчера вечером. Я обращаюсь к церкви. Грешники и должны грешить. Грешники не служат Богу. Они не представляют Богу свои тела в жертву живую и святую. Грешники так не поступают. Нет! Но мы, христиане, служим Богу своими телами, а не только своими словами. Мы служим Ему своими телами. Мы говорим, нет, я не лягу с тобой в постель, потому что служу Богу. Я не могу совершить эту гнусность, потому что я служу Богу. Вы можете сказать, что я этого хочу, но я не могу так поступить. Я служу Богу. Я склоняюсь перед Господом. Я должен это сделать. Я хочу это сделать. Я хочу это сделать. О, Иисус! Я хочу это сделать. О, Иисус! Иисус! Но я не сделаю этого, потому что я поклоняюсь Богу. Нет, вот что значит поклоняться Богу и служить Ему своим телом. Быть жертвой живой. Кто-то обещал, что будет легко. Спасибо, я не планировал об этом говорить, но это прозвучало для вас. Нет. Но вы будете служить Богу, потому что вы христианин, вырванный из мрака. Вы не только спасены, но, как утверждает Библия, вы призваны. Бог призвал вас из этой постели. Он призвал вас из этих шахких отношений. Он призвал вас из этих похотливых отношений. Он призвал вас оттуда на служение царю. Аллилуйя! Римлянам. Римлянам. Глава шестая. Извините, что я так увлекся. Но если Господь спас вас, и вы слышите такое, вы поймете, вы поймете, почему я так взволнован. Когда Господь избавляет вас от похоти и прелюбодеяния, когда Господь спасает вас от блуда, когда Господь избавляет вас от подобного, вы можете всегда найти в себе силы сказать, «Нет, я так не поступаю. Я служу царю. Я служу царю. Аллилуйя!» Тогда вы понимаете, почему я так взволнован. Ибо кого сын освободил, воистину свободен. Слава Богу! Воистину свободен. И не важно, что вас оскорбляют за то, что вы служите Богу. Аллилуйя! Поверьте мне, вы можете сокрушить это проклятие сегодня. Мама и папа, возможно, блудили, возможно, и прапрадедушка, возможно, и все в вашем роду блудили и прелюбодействовали, но вы остановите это проклятие. Вы положите конец этому проклятию. Вы истинные поклонники. Вы служите Богу своим телом. Можете позвонить мисс Пенелопе и сказать ей, что встреча сегодня вечером отменяется. Можете позвонить приятелю Джо Джонсону и сказать ему, что больше не ждал вас. Идите домой и скажите Антуану, чтобы убирался, потому что больше по вечерам вы этим заниматься не будете. Почему? Я отдал свое тело Господу. Узнал, что оно всегда принадлежало ему. Я служу Богу. Я служу Богу. Я служу Богу. Аллилуйя. Я служу Богу. Я служу Богу. Ему нужно тело, через которое он может действовать на земле. Ему нужно тело, чтобы посетить больных. Ему нужно тело, чтобы проповедовать Евангелие. Ему нужно тело. Я должен предоставить Ему свое тело, чтобы Ему было где пребывать и чем действовать. И чтобы Он не горевал в этом теле. «Ой, я куплю эту проповедь, сам дам себе пожертвование». То, что я говорю, — истина. Это истина. Прочитайте сами послание Римлянам 6.13. «И не предавайте членов ваших греху». «Не предавайте частей вашего тела греху». Вот что он имеет в виду. «В орудия неправды, но предоставляйте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши, Богу, в орудия праведности». В расширенном переводе сказано, «Но представьте и подчините себя Богу, как оживших из мертвых для вечной жизни, и телесные члены, и дарования ваши Богу в орудия праведности». Вот о чем он говорит. Поклонение и служение Богу означает следование за Богом. Поклоняться Богу и следовать за Ним значит связать себя с Ним настолько, чтобы чувствовать и думать и поступать, как Он. Жить одной жизнью с Ним. Вот о чем он говорит. «Я люблю Бога настолько сильно, что готов поклоняться и служить Ему так, словно мы с Ним одно целое. У нас общее сердце, одна воля, мы едины в поступках и жизни». Именно это он обещал нам в 32 главе Иеремии. Давайте откроем. Он обещал нам, что придет время, когда это сможет произойти. О, друзья, мы живем в чудесное время. Иисус Господь. Больше не буду использовать закладки, они все вывалились. Открою Иеремию. Иеремия 32 глава стих 38 «Они будут Моим народом, а Я буду им Богом, и дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись Меня во все дни жизни ко благу Своему и благу детей Своих после них». Откроем Второзаконие 11 главу. Второзаконие, глава 11. Я буду быстро двигаться, потому что я хочу показать вам эти стихи. Второзаконие, глава 11, стих 22. Здесь написано, «Ибо если вы будете соблюдать все заповеди сии, которые заповедую вам исполнять, будете любить Господа, Бога вашего, ходить всеми путями Его, и, обратите внимание, прилипляться к Нему». Верьте в это, друзья. Бог желает, чтобы мы прилиплялись к Нему, приклеились к Нему словно на клею. Ефесянам, глава 5. Ефесянам, глава 5, стих 1 и 2. Давайте прочтем. «Итак подражайте Богу». Знаете, как написано в расширенном переводе? «Копируйте Бога». «Быть последователем Божьим значит быть копией Бога». Это хорошее исповедание. Скажите, «Я копия Бога». Да. Хорошая была бы футболка. «Я копия Бога». «Итак подражайте Богу, как чадо возлюбленное». Ведь именно так поступают дети, так ведь? «Как я могу подражать Богу?» «И живите в любви». «Как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу». В благоухание приятное. Чтобы подражать Богу, я должен пребывать в любви. Когда я живу в любви, я подражаю Богу. Бог есть любовь. И когда любовь течет через меня, я подражаю Богу. Скажите вместе, «Я копия Бога». Боже мой, мне это нравится. Я копия Бога. Откроем 14 главу Иоанна. 14 глава Иоанна, стих 23. «Я должен показать вам эти стихи, потому что для того, чтобы осуществить это в жизни, нам в помощь нужно много Божьего Слова». Иоанна 14, 23. «Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит Меня, произносите вслух, «Я люблю тебя, Боже». И вот как вы будете поступать, если любите Его. Тот, кто соблюдет Мое Слово, кто соблюдет Мое Слово, потому что любит Меня, и Отец Мой, что сделает? Возлюбит Его». Процветание — это выражение Божьей любви к вам. Именно так. Это выражение Божьей любви к вам. И вы должны верить в Божью любовь к вам. «И мы придем к Нему». Обратите внимание, что Он говорит, «Если человек любит Меня и исполняет Слово Мое, Мой Отец будет любить Его, но не только Мой Отец будет любить Его, но и мы». Иисус сказал «Мы». Иисус сказал «Мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Любите Бога. Он говорит «Я иду, чтобы жить с вами». Вот что значит обитель сотворим. Это место жительства. Это дом. Это резиденция. Кто из вас хотел бы, чтобы они жили с вами? Именно об этом Он и говорит. Он говорит «Я хочу стать единым с вами». Как этого достичь? Подражайте Богу в любви. Подражайте Богу, Который есть любовь. И Он прилепится к вам и придет к вам. Посмотрите сюда, 17 глава. Откроем стих 24. Слава Богу. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где и я, они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, молится здесь Иисус, «И мир Тебя не познал, а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня. И Я открыл им имя Твое, и Я открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них». Бог есть любовь, Его Сын есть любовь. И Он сказал, «Если любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, то и Я буду в них». Что это значит? Когда в вас есть любовь, в вас есть Христос. Когда в вас есть любовь, в вас есть Бог. «Как мне стать единым с Богом в мыслях, поступках и жизни, позволить Божьей любви, которая была излита в мое сердце, изливаться из моей жизни на других, потому что я поклоняюсь Ему и жертвую своей жизнью, чтобы Он мог проявлять свою любовь через Меня». Вы это видите? Иоанна 12, 26. Насколько это серьезно? Это очень серьезно. Прочтем 26 стих. Это очень серьезно. «Кто Мне служит?» Теперь вы знаете, что это такое. «Те, кто делают свои тела живыми жертвами». Мужчины и женщины, представляющие свои тела Богу в жертву живую. Кто из вас, мужчины, желает, чтобы Бог уважал и почитал вас? Я покажу вам, как получить это уважение. «Кто Мне служит?» «Мне да последует». Как последует? Если вы желаете служить Богу своим телом, последуйте за Ним в любви. И где Я, там и слуга Мой будет. «И кто Мне служит, того почтит Отец Мой». Вас почтит Небесный Отец, если будете служить Ему, делая свое тело живой жертвой, поклоняясь Ему и позволяя Божьей любви течь через вашу жизнь, в жизнь других людей. Бог говорит, что многие люди очень многого лишают себя, отказываясь положить свою жизнь у ног Иисуса, не позволяя Божьей любви течь через них. Они не сделали свои тела жертвой живой, которой может действовать Бог. Бог говорит, что люди теряют Его уважение, потому что не принимают решение сделать то, о чем идет речь в 26 стихе. «О, слава Богу!» Откроем 1 Иоанна 4, 17. 1 Иоанна 4, 17. «О, аллилуйя!» «Любовь!» «Открыли?» «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он. Он есть любовь. И если Он есть любовь, а Библия это утверждает, то и мы, как и Он, значит, и мы должны быть чем? Любовью. Теперь прочтем последний на сегодня отрывок. Иоанна 14. Стих 9.